В городе Талдыкурган прошла четвертая сессия областного маслехата 8-го созыва под председательством Гульнарту Иллыбаевой. В ней приняли участие глава региона Бейбат Исабаев, а также руководители областных управлений. На повестке дня было рассмотрено несколько тем. Подробности далее в сюжете. Неосвоение бюджетных средств зафиксировано в ушедшем году. Об этом говорили на очередной сессии депутаты областного маслехата. В своем докладе руководитель управления финансов области Жанар Керембекова рассказала, что при достижении всех прогнозных индикаторов в рамках бюджета региона за истекший год было не освоено 13 миллиардов тенге. В целом прошлогодний бюджет составил 357 миллиардов. Большая часть расходов была направлена на развитие образования, социальное обеспечение, промышленность, здравоохранение и строительную деятельность. Руководитель управления финансов также рассказал о причинах неосвоения бюджетных средств. В целом по области освоение бюджета составляет порядка 98 процентов. Не освоено 13 миллиардов тенге. Из них 8,5 миллиардов – республиканского бюджета и 4,5 миллиардов – из местного. Причина в опоздании с графиком работы в связи с корректировкой проектов по строительству двух школ. Из областного бюджета на эти работы было выделено 630 миллионов тенге. Также неосвоение произошло из-за отсутствия актов, выполненных работ по строительству пяти школ. Также, согласно закону Республики Казахстан, об автомобильном транспорте народными избранниками был определен перечень социально значимых сообщений области ЖТСУ. Так, в Текили и Каратальском районе их стало два, а в областном центре насчитываются 22. В Алакальском районе – 4, в Яскельдинском – 1. Третьим вопросом по виске дня стало установление правил выпаса сельскохозяйственных животных на территории области. Проект с нововведениями на голосование представил руководитель сельхозуправления Нурдаулет Кененбаев. Установлены функции всех местных исполнительных органов по организации выпаса сельскохозяйственных животных, а также обязанности владельцев скота и их работников по выпасу скота на территории шести населенных пунктов. В случае нарушения мер, установленных проектом предоставленных правил, виновные лица будут привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. На сегодняшний день принятие и выполнение этих правил для наведения порядка содержания скота в частных подворьях является актуальным вопросом сегодняшнего дня. Уважаемые депутаты, прошу вас поддержать предложенный проект. Народные избранники одобрили предложенный проект. Так депутаты подвели итоги прошедшего года на четвертой сессии маслехата. Стоит отметить, бюджет текущего года увеличился на 30% по сравнению с прошлым и составляет почти 490 миллиардов тенге. По окончании сессии к народным избранникам обратился глава области Бейбатасабаев. Он поблагодарил депутатов за их работу, а также выразил уверенность в том, что только совместными усилиями можно будет добиться всех поставленных целей. Аида Ахметова, Жасулан Шенкенжи, телеканал ЖИТСУ.